всем приветик вот я возвращаюсь из колледжа сегодня у нас 7 марта у вас наверно уже 8 марта будет поэтому поздравляю я всех девушек женщин всех поздравляю с праздничка здесь такого праздника не знают видите у нас расцветают деревья уже очень красиво но как раз таки похолодало мне почему-то вспомнилось как у нас беларуси всегда на цветущие сады приходили заморозки так и здесь так что девочки поздравляю вас вы у нас самые красивые я вам скажу честно наши женщины просто красивые всегда в любом возрасте в любой комплекции они очень женственные мы очень отличаемся среди местных мы лучшие я бы так сказала так что парни цените цените у меня вот муж тут страдает потому что говорит куда не посмотрю таки посмотреть даже не на что потому что ну как-то вот так да грустно здесь у нас поэтому девочки с праздничком хорошего вам настроения надеюсь мужчины вам сделают стол подарят цветы и покажут насколько они вас любят и ценят это очень важно вы знаете я однажды прочитала немножко отступила от темы колледжа однажды прочитала и не помню уже где что самое важное для женщины там была такая интересная фраза женщина себя чувствует очень хорошо когда она чувствует себя в безопасности знаете я подумала а ведь насколько верно это не имеется ввиду что на тебя нападают а кто-то тебя защищает хотя может это тоже просто чувствовать себя в безопасности тебя всегда поддержат тебя всегда поймут кому-то нужна вот это и есть безопасность и для нас это очень важно если мужчина может дать женщине такую уверенность она превзойдет сама себя вот так ну а я сегодня сегодня было очень такой знаете занятый день я как уехала в девять утра и только вот ближе к шести часам я возвращаюсь домой я ездила в центр иммунизации мне еще нужна была одна прививочка вообще-то такой ужас вы знаете если бы я не пошла учиться на медика я бы никогда не делала все эти прививки сегодня тоже мне там показали листочек мне еще надо сделать корь краснуха свинка по-нашему паратит наверное по-русски он называется вот такую еще прививку и еще мне нужно сделать туберкулез скин тест туберкулез но вы помните в детстве нам делали такую пуговичку под кожу и потом проверяли смотрели насколько она покраснет так вот мне надо еще вот этих два теста сделать и медсестра мне дала бумажку говорит ну пока вы ждете в очереди почитайте про эти болезни и как раз эти болезни сейчас изучаем единственно конечно что мы не изучаем сейчас это какие последствия могут быть после того как ты сделаешь прививку и вы знаете там такие были ужасы написаны и чуть не паралич и воспаление легких и энцефалиты и просто я не знаю знаете просто делаешь эту прививку молишься боже бумаги и потому что потому что мне столько прививок сделали за несколько месяцев я начала наверное с сентября с конца сентября и вот несколько месяцев я все время делаю эти прививки самое интересное что врачи смеются однажды я была на приеме у врача у нашего семейного осенью и он говорит сейчас как раз можно сделать открыт прививочку хотите нет спасибо не надо почему ну знаете я бы делаю периодически я заметила я как сделаю прививку у меня начинается простуда или начинает горло болеть я чувствую что мой иммунитет страдает вы знаете он так весело рассмеялся это была такая шутка с моей страны веселая ну типа ну так такой ерунды типа он никогда не слышно что прививки ослабляют иммунитет я вам расскажу случай у наших знакомых мальчик приехал сюда в школу здесь как-то вообще к прививкам относятся так это знаете это как я не знаю как у кольчик витаминов и они ему зашпурделили очень много прививок сразу и в общем у него начались такие осложнения у этого парня он долго долго болел и в принципе даже я бы так сказала ой как же плохо видно он просто боролся с жизнью он просто сборолся с жизнью он выжил слава богу но но очень сильно подорвал здоровье и понимаете прививки она конечно хорошо мы сейчас изучаем у меня скоро каникулы через полторы недельки я вам постараюсь делать видео о гриппе потому что у нас была лекция и много интересного гриппа о гриппе вообще вирусов вот и на самом деле от гриппа однажды когда был пандемик пандемия это значит по всему миру очень сильная была инфекция до 50 миллионов человек умерло только от одного гриппа только по-моему за год или за два то есть это очень-очень серьезно и на данный момент многие болезни уже исчезли с лица земли болезни многие уже как бы положены под контроль уже контролируется человек это в принципе здорово вот это здорово но в то же время существует процент осложнений проценту того что у тебя наступит аллергическая реакция я считаю что прививки это знаете так цыганка на двое катала с одной стороны вроде неплохо с другой стороны ничего особенно хорошего если бы я не пошла учиться на медика я бы никогда не делала прививки я уже в сознательном возрасте в беларуси от них отказывалась и просто не делала их то же время здесь осенью начинается знаете когда осень здесь такая программа здесь даже ездят бесплатно тебе будут делать так они принципе платно от гриппа эти прививки и умирают и до сих пор умирают от гриппа это довольно серьезная болезнь я вам постараюсь потом показать как тестирую на 3 здесь очень-очень быстро 10 минут результат готов я не знаю почему у нас такая сложность гриппом почему у нас лично беларуси я знаю нету гриппа только в рв и и всегда когда не бывает гриба здесь его тестируют на раз просто раз десять минут и все и сразу известно человек а в общем съездила я кое-что узнала на прививочке еще не сделала они делают другой день то я поеду в пятницу сегодня был тест по микробиологии вы уже наверное привыкли да что почти каждый день тест вы знаете мой муж он сейчас в три дня в рейсе и он мне звонит с утра учусь например выходной день звонит в обед что делаешь учусь звонит десять вечера что делаешь учусь он меня спрашивает последнее время уже просто как ты так можешь ты мне объясни ну как можно так учиться что вам ответить как я не могу иначе это ответственность и стараюсь изо всех сил и тяжело мне надо намного больше усилий делать чем американцам понимаете вот не обошлось без неожиданности на тесте опять лабораторная и опять нам преподаватель вспомнила что было осенью и тестировала нас насколько мы запомнили то что было осенью у нас по микробиологии так что посмотрим мне кажется я так себе ошибок сделала пару точно не вполне была уверена и она не предупредила нас хоть бы мы немножко почитали вот когда мы прошлый раз спрашивали что у нас будет на лабораторной на столе ай вот там вещи которые вы в принципе знаете для меня это оказалось неожиданностью вещи которые мы изучали осенью и нас теперь тестирует на них ну ладно прорвемся пойму налоги начались уже серьезные вещи в общем и начали изучать уже не то что грубой крови как это вам сказать когда кровь вот и смешиваешь антибадии тестируешь на антибаде антигены и кровь становится как она становится все я уже по-русски не могу вспомнить когда она образует сгустки или когда слипаются клеточки друг с другом вот и вот все эти методы и все очень очень сложно и у нас сегодня еще была клиническая химия и у нас будет в понедельник тест поэтому у нас сегодня было такое ревью обычно перед тестом здесь так принято вы знаете интересно например вот на следующее у наше занятие будет тест и они проводят такое сам какие-то вопросы нам дают и их обсуждают либо мы друг другу говорим ответы либо они так бегло пробегаются и акцентируют внимание на тех вопросах которые могут быть примерно то есть мы как бы знаете пробегаемся по материалу и повторяем 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 что-то ну не все конечно но вот так на уроке когда мы делаем эти ревью запоминается материал какой-то запоминается потому что повторяется еще здесь мы делаем geopardy review какое интересное слово geopardy не знаю это вот может еще у кого-то есть кто здесь учится это значит такая игра мы иногда делимся на две команды и как это сказать как вытягиваем вопросы и должны командой дать ответ и баллы на доске пишем все то есть этой подготовкой в то же время и игра и и вот такое у нас веселье вот так мы готовимся к экзаменам вот сейчас приеду и начнется подготовка к химии то есть пока слава богу у нас по одному экзамену в неделю это очень здорово очень здорово мы так рады мы так счастливы что по одному только экзаменов неделю у нас потому что обещают что будет два и три но пока как-то нас жалеют и стараются преподаватели идут на встречу и вот если у нас например в расписании стояло два экзамена в один день то их как-то преподаватели растаскивают перед перекидывает немножко на другие дни и мы им очень благодарны потому что я помню прошлом семестре ну два ну два три три никто не обращал особо внимания но в этом году как-то к нам идут на встречу знаете может старше уже второй семестр наверное я не знаю вот что вам еще интересненького рассказать сегодня девочки у нас вы знаете есть такая традиция у нас стоит такое блюдо большое и туда всегда насыпают конфеты и все как-то так знаете никто не сговаривается а все когда блюдо это заканчивается кто-то приносит у нас все время стоит блюдо с конфетами но я сегодня у меня было время я заехала в русский магазин привезла им наших конфет девочки такого рашен кенди ну не то чтобы рашен потому что там и украинские тоже кенди есть в общем наш наш вот всем очень понравились конфетки а девочки сегодня вообще сегодня был какой-то странный день потому что одна девочка принесла банановый пирог как банановый хлеб он называется но немножко сладковатый знаете как как пирог очень-очень вкусный вторая наша преподавательница принесла печенье сама делает успела я уже попробовать его что-то забегалась я к чему увидите здесь все-таки девочки готовят возможно многие предпочитают есть что за очередь ужас слушайте а что тут 536 трафик такой это время вот так что девочки все-таки готовят не могу сказать что прям не готовят не так конечно как наши потому что наших женщин это как знаете как шифт как работа пришел после одной работы нужно приготовить после второй то есть женщины свободны то есть она может готовить может не готовить деньги позволяют они ходят в рестораны они много проедают денег ресторана и когда я встречаюсь со своей репетиторшей она тоже если бы у меня деньги позволяли я каждый день ела бы аут они говорят аут аут это где-то снаружи вот ну что вам сказать я последнее время немножко походила по ресторанам ну мне нравится японско-китайские рестораны потому что это что-то особенное не такое как у нас ну их американские например рестораны много есть еды которые мне вообще у них не нравится американская еда либо они что-то слишком зажаривают либо не знаю я люблю когда продукты выглядят как продукты когда их ни под чем не прячут никакими соусами ядрёными там не поливают ну вот поэтому мне моя репетиторша проводит такие туры она рассказывает все американские какие блюда я их пробую ну не знаю мне кажется что их основное блюдо это стейк, пицца, крылышки жареные вот и все то в принципе как бы не нравится мне их кухня поэтому я предпочитаю какой-то японский ресторанчик сходить ну десерты да, десерты вкусные, десерты что-то можно заказывать вот такие делишки так что сейчас нам надо сделать все прививочки и в апреле у нас будет встреча с Physician, это значит доктор который проверит чтобы у нас в наличии были все прививочки и это будет у нас допуск до Clinical Rotation то есть практика у нас в мае начинается практика ну конечно надо еще добраться до мая надо еще сдать все остальные тесты, все экзамены это будет очень тяжело я думаю так что ну как-то постараемся прорваться спасибо вам большое, что вы меня поддерживаете для меня это так важно, вы знаете я чувствую, что за мной, знаете, за мной, Москва за нами, как раньше говорили так и я чувствую, что я как будто бы не одна я не одна ох, солнышко сейчас будет светить сейчас отъедем люблю иногда разгоняться на машине конечно тут не погоняешь и конечно у меня не сильно уж такая разгончивая машинка всего лишь 2,5 объема движка 4-цилиндровая но все-таки иногда люблю ей дать чуть-чуть шару и разгончик взять с места очень многие у нас ездят на стареньких машинках я смотрю, студенты ну вот такие мои дела сегодня вроде бы все рассказала все хорошо все пока нормально так что полет нормальный все, всем желаю хорошего дня, вечера, ночи с вами была Ирина оставайтесь на связи все, бай-бай